К другим темам. Треск проектора и рябь на экране. У пленочных фильмов есть своя неповторимая магия. Сейчас киноиндустрия гонится за качеством картинки, и советские проекторы стали раритетом. Но областной центр по охране и использованию историко-культурного наследия возрождает добрую традицию. В кинозале североказахстанцы смогут увидеть картины о выдающихся земляках. В день премьеры представили фильм о Сабите Муканове. В атмосферу старого кино окунулась Айгири Мукашева. С детства Сабит Муканов был одаренным и талантливым. Но никто и подумать не мог, что обычный мальчик-сирота станет великим писателем и общественным деятелем. Сегодня на большом экране показывают две документальные картины о нашем прославленном земляке. Их киностудия «Казахфильм» сняла в начале 2000-х. Увидеть хронику собрались около полусотни школьников и поклонников творчества писателя. Это наше первое мероприятие, так как наш центр открылся в декабре 2018 года. И надеюсь, что мы будем также еще продолжать это по хран-долосы проекту. Это у нас первое мероприятие. Дальше будут по Габюту Мусрепова, по Габидену Мустафину. Мы их сохраняли, в последнее время не показывали, так как у нас условий не было. Да, Сабит Муканов решительно отличается от своих коллег по Перу творческими пристрастиями и неординарными жизненными поступками. Шум и треск работающего кинопроектора, небольшая рябь на экране. У пленочных фильмов есть своя магия и романтика. Иногда кадр не статичен, но все это придает особый шарм картинке. А самое интересное остается за экраном, а если точнее, позади зрительного зала. Кинопроектор советских времен сейчас раритет. Нужно как следует похлопотать, чтобы заправить пленку. И делать это надо аккуратно, не повредив ценный кадр. Кстати, один фильм нельзя показывать чаще 300 раз. Пленка повреждается и качество картинки ухудшается. Потому просмотр каждого кино на вес золота. А это кинохранилище. За пленками здесь следят, как за древними рукописями. Поддерживают нужную влажность и температуру плюс 10 градусов. Областному кинофонду около 80 лет. В числе первых здесь появилась пленка с фильмом «Амангильда». Это было в 1938 году. А затем поступили и другие копии художественных и документальных картин. Сейчас их больше 4 тысяч. В числе самых ценных художественный фильм «Потагос» по произведению Сабита Муканова, премьера которого состоялась в 1957 году. Сегодня его также покажут на большом экране. Агири Мукашева, Арсан Тлиужанов, Новости, МТРК.